Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами рассмотрим вопросы разработки дистанционного учебного курса. И прежде всего это вопросы, связанные с построением дистанционных курсов, вопросы, связанные с контролем и оценкой знаний в дистанционном обучении и оценкой качества созданного дистанционного учебного курса. Итак, выделим этапы разработки и внедрения в учебном процессе созданного дистанционного учебного курса. На первом этапе нужно провести ряд подготовительных работ, о которых я бы хотела рассказать чуть подробнее, сформировать команду, которая будет работать и над созданием курса, и над его экспертизой, и над его внедрением. Затем необходимо продумать, как будет выглядеть курс, спроектировать его. Затем разработать методику использования дистанционных образовательных технологий, разработать инструкции для преподавателей, для студентов, подготовить сам контент, учебно-методические материалы в соответствии с определенными требованиями, разместить эти материалы в системе дистанционного обучения, пройти экспертизу и затем уже внедрить этот курс в учебный процесс. Для того, чтобы начать процесс внедрения дистанционного обучения в образовательные организации, необходимо продумать ряд вопросов. И прежде всего вопросов, связанных с комплексным обеспечением системы дистанционного обучения. В той организации, которой берется создавать онлайн-курсы, дистанционные учебные курсы и внедрять их в учебный процесс, необходимо наличие определенных ресурсов. Прежде всего, это кадровые ресурсы, у вас должны быть подготовленные сотрудники, разработано локальное нормативное обеспечение, должно быть техническое обеспечение для того, чтобы можно было записывать лекции, для того, чтобы можно было их транслировать, для того, чтобы обучаемые могли смотреть ваши курсы, участвовать в учебном процессе. Конечно, необходимо продумать ряд организационных моментов, связанных не только с оплатой работы преподавателей, с организацией этой работы, с организацией подготовки преподавателей к созданию дистанционных курсов. Но и, конечно, это вопросы, связанные с организацией учебного процесса. Сколько занятий вы переводите в дистанционный формат, сколько занятий остается в очном формате, какие формы, виды занятий переносятся. Все это необходимо продумать и организовать дистанционное обучение. Помимо всего прочего, конечно, необходимо наличие методического обеспечения. Необходимо продумать, какие методические материалы необходимы для преподавателей, для работников деканатов, для того, чтобы учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий был организован качественно и в срок. И, конечно, нужно продумать программное и программно-аппаратное обеспечение, необходимое для реализации дистанционного обучения. При подготовке к внедрению дистанционных образовательных технологий, конечно, на первом месте стоит вопрос формирования команды и распределения обязанностей между членами этой команды. Необходимо провести планирование и распределение нагрузки между членами команды, между преподавателями, понять, кто из них будет автором курса, кто будет эти курсы проводить, потому что проводят курсы не всегда авторы этих курсов, кто будет тьютором, поддерживающим обучение, кто будет обеспечивать бесперебойную техническую работу серверного оборудования, системы самой дистанционного обучения и так далее. На следующем этапе необходимо продумать, что происходит. Это вообще ситуация в сфере современных подходов к организации дистанционного обучения, к использованию готовых программных продуктов. Некоторые вузы идут даже по пути создания собственных систем дистанционного обучения. Небольшие организации, небольшие вузы, ну и даже большие вузы, кстати говоря, и особенно колледжи, техникум и школы, они идут по пути либо о покупке программ для организации дистанционного обучения, либо скачивают и адаптируют под свои потребности бесплатное программное обеспечение. Вот эти вопросы, они, конечно, очень важны, и нужно определиться в самом начале, на берегу, какую систему вы будете использовать, какие веб-инструменты и сервисы вам необходимы для общения, для взаимодействия, для дополнительной координации учебного процесса, для того, чтобы общаться не только между обучаемыми и педагогами, но и привлекать к учебному процессу родителей, либо профессионалов той или иной предметной области. Итак, самый сложный вопрос – это вопрос команды. Для того, чтобы система функционировала, одного человека, который будет разрабатывать дистанционный курс, совершенно недостаточно. Дело в том, что выгодно с точки зрения экономики разрабатывать сразу несколько дистанционных курсов, одновременно 5, 10, 20, 30 курсов в образовательной организации, и, конечно, в данном случае должна работать команда. Помимо преподавателей должен быть руководитель проекта, это либо проректор, либо директор центра дистанционного обучения, либо другое ответственное лицо из менеджмента образовательной организации, который будет руководить разработкой в начале дистанционного курса, его размещением, его экспертизой и затем последующим внедрением. Поэтому помимо руководителя проекта привлекаются методисты, тьютеры, корректоры, которые текст вычитывают. Если вы снимаете видеоролики, тогда привлекаются такие специалисты, как режиссер-оператор, режиссер монтажа, то есть люди, которые будут, собственно говоря, собирать этот видеоконтент. Затем необходимы технические специалисты, специалисты по загрузке контента, которые могут конвертировать видео в разные форматы, либо анимационные ролики собирать. И, что немаловажно, во многих вузах сейчас приходит понимание того, что необходим специалист по продвижению, маркетолог, который будет продвигать готовые программные продукты на образовательном рынке. К сожалению, что бы вы ни сделали, о вас никто не узнает, если вы не начнете об этом рассказывать. Поэтому вот такая команда, как правило, собирается в образовательной организации, которая планирует создание не одного, двух или трех дистанционных курсов, а комплексное развитие системой дистанционного обучения в УЗИ или в колледже. Дальше происходит анализ требований к учебному процессу с использованием дистанционных образовательных технологий. Насколько в вашей образовательной организации эти требования выполняются? Закон об образовании, в котором описано использование электронного обучения и дистанционных технологий. Требования ФГОС к условиям реализации образовательных программ, в том числе требования к электронной информационно-образовательной среде. Эти требования для всех уровней образования, включая практически бакалавриат. Затем, если у вас есть студенты с инвалидностью, которые обучаются по индивидуальным учебным планам, значит, необходимо предусмотреть, каким образом вы будете использовать дистанционные образовательные технологии в процессе обучения именно этих ребят. Система дистанционного обучения позволяет проводить качественный и оперативный мониторинг учебного процесса. Об этом тоже нужно помнить, и это тоже необходимо предусмотреть. Затем вы должны продумать, каким образом организуется самостоятельная работа, потому что давать задание «Вы там что-то посмотрите по этой теме, а потом что-то принесите» так никто не делает. Необходимо контролировать самостоятельную работу студентов. Даже работу слушателей надо контролировать, которые, казалось бы, люди самостоятельные, взрослые, студентов, необходимо контролировать вдвойне и втройне в течение всего процесса обучения. Конечно, нужно продумать использование активных, интерактивных методов обучения и определиться для себя, какие системы вы выбираете. Либо вы используете сторонние открытые образовательные ресурсы, либо устанавливаете свою ЛМС, систему для дистанционного обучения, и на ней разрабатываете курсы. Несколько слов о возможностях выбора систем дистанционного обучения. Здесь выбор на самом деле невелик. Но прежде всего, системы дистанционного обучения, или их еще иногда называют учебные, образовательные платформы, они предназначены для того, чтобы преподаватель мог на нем разместить контент нужным образом. Как это делается методика размещения контента, мы с вами обязательно рассмотрим чуть позже. Эти системы должны предоставлять контент и ресурсы по ссылкам, зарегистрированным, либо незарегистрированным пользователям. Это как вы назначите права доступа и обеспечиваете информационное взаимодействие участников учебного процесса в процессе освоения знаний, проведения тестирования, рассылки заданий, сбора заданий и так далее. С точки зрения лицензирования системы дистанционного обучения бывают на основе свободного программного обеспечения, открытые платформы и коммерческие платформы. Основные системы дистанционного обучения, которые распространены в России, это, конечно, на первом месте Moodle, затем в некоторых используется Sakai. Она более сложная для администратора, но в ней есть много дополнительных сервисов, которые, так скажем, реализуются немного в другом формате, чем в Moodle. И Allat очень мало используется в Российской Федерации, но система такая тоже есть открытая, тоже ее можно скачивать и устанавливать. Особенно активно развивается Moodle, особенно последние где-то 2-3 года. Даже по сравнению с Sakai, он, конечно, значительно опережает по количеству пользователей, по количеству инсталляций. Это программное обеспечение необходимо скачивать на свой сервер. Для этого сервер должен быть достаточно мощный, потому что Moodle потребляет ресурсы, очень серьезно потребляет ресурсы, и одновременное подключение, допустим, от 30 до 100 пользователей уже требует установки достаточно дорогого сервера. Коммерческие платформы считаются более надежными, более безопасными. На первом месте это, конечно, Blackboard. Безусловно, это один из лидеров среди коммерческих платформ для дистанционного обучения. В Российской Федерации используется, но в Дальневосточном федеральном университете закуплено, в нескольких еще вузах. Но из-за очень высокой стоимости этой платформы ее широкое распространение в Российской Федерации на самом деле, так скажем, не отмечается. В зависимости от применения системы дистанционного обучения бывают разные. Это основанные на веб-технологиях либо на мобильных технологиях. Те, которые основаны на веб-технологиях, но, допустим, вот Moodle имеет в том числе мобильную версию, значит, веб-базированные технологии предполагают использование этой системы через веб-браузер. Мобильные среды, они намного проще, функционал значительно урезан, и, так скажем, но для полноценного обучения в принципе какие-то функции есть и их можно использовать. Когда вы выбираете систему дистанционного обучения, пожалуйста, учитывайте возможности объединения этой платформы, ее интеграции с системой управления учебным заведением, например, с 1С, которая используется повсеместно, и для контроля результатов обучения. Есть образовательные платформы, которые не предполагают контроль, допустим, в виде тестирования, но там есть возможность, допустим, выполнения каких-то творческих заданий, их обсуждения в группах и так далее. Значит, еще есть такие моменты, связанные с автоматическим размещением контента, с его копированием, переносом. Допустим, если у вас 10 групп, и вы хотите всем 10 группам открыть доступ, но к разным ресурсам, для того, чтобы только они там работали, значит, вы можете, допустим, в Moodle достаточно легко скопировать контент и перенести в другую группу, к другим студентам, которые тоже будут пользоваться этим же контентом, но уже отдельно будет обучение проходить. Вот это тоже очень важный момент, связанный с переносом контента. Но помимо систем дистанционного обучения, в учебном процессе все чаще используются технологии Web 2.0 для общения, для обучения, взаимодействия. Цели разные. Это и улучшение учебной атмосферы за счет того, что вы выходите из среды, и за счет того, что у вас всегда есть возможность общения, взаимодействия, писать друг другу быстрые сообщения. Это, допустим, WhatsApp, это Skype, может быть, это ВКонтакте. Конечно, использование таких технологий развивает не только, так скажем, пользовательские навыки, но и социально-коммуникативные навыки, учат работать в сообществах, формируется сетевой этикет под вашим непосредственным присмотром. И, конечно, развиваются очень необходимые навыки обеспечения информационной безопасности пользователя. Ребятам необходимо рассказывать о цифровых следах, которые они оставляют, о том, как информацию и кому следует открывать, от кого закрывать, и насколько нужно вести себя корректно и внимательно по отношению к другим людям, к тем людям, которые хотят познакомиться. И надо понять, зачем к вам набиваются в друзья те люди, которые посылают вам, так скажем, сообщения о добавлении в друзья. Ну и с учетом вот этих основополагающих моментов всегда составляется план работы или дорожная карта. Пример этой дорожной карты я вам дала. Как это делается, что расписывается, какие пункты, как расписываются ответственные даты, так скажем, содержание этих работ. Это все очень важно, потому что в любом случае ясно, что это процесс творческий, и спланировать написание оперы за полтора месяца. Это сложновато, она может писаться 15 лет. Но тем не менее, какой не творческий процесс, тем нужно жестко регламентировать, ставить дедлайны для того, чтобы люди успевали создавать курсы и размещать их. Из моего личного опыта внедрения системы дистанционного обучения мы делали таким образом, что постепенно переводили все заочное обучение в дистанционный формат, и мы ставили задачу на год. В течение года мы подбирали четко преподавателей, которые будут вести дисциплины на следующий год, собирали их и делали дистанционные курсы исключительно по этим дисциплинам. В течение года курсы были готовы. С 1 сентября начиналось обучение по этим курсам. Соответственно, начало обучения – это контроль качества, что происходит, как происходит, насколько эффективно они работают. И следующий этап – опять набор следующих преподавателей, которые будут вести уже в этих же студентов на втором курсе. И таким образом, распланировав работу на несколько лет, удалось полностью перевести все заочное обучение в дистанционный формат. Когда мы обсуждаем вопросы контроля в дистанционном обучении, как правило, в голове всегда возникает понятие «тест». Вовсе нет. Контроль знаний и проверка результатов учебной деятельности – это не только тесты. Результатом могут быть совершенно разные вещи. Это, конечно, контрольные работы, рефераты, доклады. Это могут быть какие-то веб-ресурсы, сайты, веб-странички, которые размещают студенты не только внутри системы дистанционного обучения. Допустим, у вас стоит задание разработать сайт для того-то и того-то. Вот они, естественно, не только в муду. Для них важно разработать сторонний сайт для того, чтобы пополнять свое портфолио, какими-то достижениями цифровыми. И это, конечно, те результаты, которые может потом продемонстрировать работодателю. Это может быть презентация, либо это таблица в Excel, масса других, так скажем, средств и возможностей для представления результатов деятельности. Это могут быть ролики небольшие, анимационные, если ваши обучаемые владеют данными технологиями. Это может быть инфографика, рисунки, фотографии и так далее. Помимо вот таких готовых результатов, конечно, необходимо учитывать и участие обучаемых в обсуждении, изучаемых вопросов, проблем на форумах, в чатах, для того, чтобы вы видели, насколько человек активен, насколько ему интересна эта тематика, насколько он грамотно и правильно формулирует свои мысли. Ну и, конечно, результаты тестирования, анкетирования опросников никто не отменял. Более подробно о тестировании знаний я расскажу на отдельной лекции. Здесь же следует отметить, что по итогам контроля результатов деятельности необходимо формировать индивидуальный рейтинг, который потом позволит студенту получить зачет или повысить свою оценку во время экзамена. Следующий очень важный момент – это экспертиза дистанционного учебного курса. В отдельной лекции я рассказываю об экспертизе электронных образовательных ресурсов, которые входят в состав дистанционного учебного курса. Это отдельная тема, и это отдельная экспертиза по ресурсам, потому что зачастую дистанционный курс состоит из одного или двух или трех скорм-пакетов и готовых электронных образовательных ресурсов, которые подаются в той или иной последовательности. Здесь я говорю о комплексной экспертизе стандартного дистанционного учебного курса, который, допустим, размещается в Moodle, состоит из лекционных занятий, видео, анимации, презентации, тестов, интерактивных лекций и так далее. Содержание мы обязательно рассмотрим. Это будет отдельная лекция. Так вот, каким образом организовать экспертизу для того, чтобы использовать в учебном процессе? Из моего опыта работы в вузах, которые внедряли эту систему дистанционного обучения, всё-таки я всегда настаиваю на том, что только после прохождения экспертизы выдаётся экспертное заключение, и только после этого дистанционный курс размещается в системе дистанционного обучения. Если в образовательной организации есть центр дистанционного обучения, вот это сокращение CDO, то используется как бы мнение, экспертиза проводится на уровне центра и ориентируется на мнение работников данного центра. Значит, технологически, то есть смотрят, насколько там курс заполнен, насколько он соответствует технологическим требованиям к данной системе. Затем рассматриваются методические аспекты курса, насколько там выполняются требования к методике, к педагогическим технологиям, какие формы контроля используются. И, конечно, содержательная экспертиза, контент оценивается только другими специалистами, там либо кафедра, либо привлекаются несколько экспертов, которые дают экспертное заключение. Итак, при получении всех трех положительных экспертных заключений можно говорить о том, что данный дистанционный курс размещается в системе. Ну вот несколько слов о том, как, например, содержание оценивается. Это соответствие требованиям стандарта, конечно, полнота представления материала, системность материала, поддержка разных форм обучения, соответствие какой-то единой методике изложения материала. Если вы там... Не только методика обучения, методика изложения. Если у вас каждый раздел состоит из видеолекций, презентаций, текста лекций, практического задания, теста. Значит, в том или ином формате, конечно, единый такой подход должен выполняться. Затем необходимо поддерживать различные формы контроля знаний, не только тест, но и промежуточный, итоговый, самоконтроль. И это, еще раз говорю, не обязательно тесты. Это могут быть, допустим, журналы лабораторных работ, который обучаемый заполняет, рабочие тетради. То есть все формы контроля, все имеют право на существование. Самая сложная проблема – это качество оформления учебно-методического материала. Далеко не все люди владеют знаниями и, так скажем, каким-то опытом и визуальным видением материала, какими-то дизайнерскими способностями. Существуют определенные правила размещения учебного контента, которых нужно обязательно придерживаться. Все эти правила, методические рекомендации, они даны отдельно, вы с ними можете ознакомиться, я на это пока тратить время не буду. Затем необходимо просмотреть, насколько выделяется важная информация. Но вот из моего опыта работы с преподавателями у всех свое восприятие материала. Есть люди, которым безумно нравится темно-синий цвет и на нем ярко-желтый шрифт, но то, что нравится конкретному человеку, не всегда нравится обучаемым. Или у нас были такие тоже казусы, когда преподаватели на нежно-голубом фоне размещали какие-то красные, зеленые, желтые шрифты, которые совершенно невозможно было смотреть. И особенно плохо такие шрифты воспринимаются для студентов с инвалидностью, по зрению. И когда человек плохо видит, еще такой яркий шрифт, то, конечно, восприятие ухудшается. Ну и, безусловно, использование каких-то встроенных интерактивных мультимедийных вещей, анимационных роликов, каких-то дополнительных сервисов, все это оживляет учебный процесс и делает его более интерактивным, более таким активным, более интересным, более современным, что особенно ценится нашей молодежью. Ну и дальше мы с вами начинаем разрабатывать курс и необходимо продумать его этапы разработки. И дальше мы с вами приступаем к изучению вопросов, связанных с написанием сценария, с формами, методами обучения. Поэтому, пожалуйста, подключайте следующий ролик и смотрите следующую лекцию. Если остались вопросы, пожалуйста, пишите на указанный адрес. Дальше мы еще рассмотрим вопросы организации дистанционного обучения, в том числе для студентов с инвалидностью. Спасибо за внимание!